Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Бывший муж влюбился безответно в соседку, она с ним переписывается, он, наверное, надеется на что-то больше, но она его держит на дистанции. Я знал об этом, но сначала при Казан Тони пришел удалить ее с контактов и не общаться. Мужа надолго не хватило, и он втайне начал общаться с соседкой, она ему отвечала, хотя говорила, что семья важнее. Я как жена просила меня не мучить и решила и решить, как он будет дальше жить, любить ее или забыть ее. Он пообещал забыть и прекратить мне общение. То есть некоторое время я узнавил, что в третий раз он возобновил общение с соседкой и привела доказательства общения и объявила даже дома войну. В итоге наш ребенок смотрел и слышал, как я срываюсь периодически на скандал с мужем. Я надеюсь, ребенок обозвал мужа, и тогда муж выгнал меня ребенка из его квартиры, говоря, что я настраиваю ребенка против него. А про соседку он сказал, что она просто-просто друг, и они будут дружить всегда. Теперь мы живем по-разному, когда я запрещаю общаться с ребенком, муж, особенно по пьянински, меня обзывает. Когда я разрешаю общаться с ребенком, он успокаивается и даже говорит, чтобы не возвращало. Я его считаю предателем и говорю, что не вижу, что он раскачивается и не вижу действий с его стороны, что я ему нужна как женщина. Говорю, что я ради ребенка, я не буду с ним жить, и если видишь во мне женщину, значит закажи действиями. Редко видимся одни на улице, один раз розы подарила, обнимает при встрече, на слово прости не говорит. До сих пор общается с соседкой по сообщениям. Я недавно по пьянин сказал, что любит ее. Что делать? Не могу смириться с такой ситуацией, мы прожили 11 лет вместе. Мне обидно, я не могу поверить до сих пор, что он готов ждать снискочения соседки, надеюсь на большее, но скрываю. Зачем звать меня ребенка обратно тогда? Я бы сказал, что у вас здесь по описанию ситуация в целом, получается такая картинка, что один муж во всем, как бы, вот, виноват, да? И получается такая картинка, что вы очень хотите быть для него женщиной. И тот вопрос, который у меня к вам был на протяжении всего вашего сообщения, да? Тот вопрос. Он звучит, наверное, знаете как, он звучит, наверное, так. Так, а что вы делаете для того, чтобы мужчина видел в вас женщин? Вот, пожалуй. Какой вопрос мне хочется вам здесь задать. Потому что приказной тон, война, скандал, манипуляция, это не совсем, как бы, модель поведения для женщин. Но это борьба. А борьба это не то, что располагает мужчину воспринимать вас как женщину. Поэтому я бы сказал, что ваше желание быть для него женщиной, ваше желание чувствовать себя женщиной с ним, зависит от того, чувствуете ли вы себя женщиной вообще. Вот. Понимаете? Или вам для этого нужны какие-то условия. Да? Вот. Понимаете, какая штука. Следующее, на что вот хочется тоже обратить внимание, это то, почему вы, называя своего мужа бывшим мужем, как-то вот ведете себя так, как будто он до сих пор ваш настоящий муж. Вот. Если он ваш бывший муж, то вам он, в принципе, уже ничего не должен. Как сказал мой коллега, вот вы развелитесь, отношения закончены. Но уж вы как будто бы все равно чего-то сделаете, как будто бы все равно чего-то ожидаете. И не совсем, на мой взгляд, понятны и очевидны, чем продиктованы эти ожидания. Вот. То есть, каким образом, откуда они, эти ожидания вообще у вас берутся. Да? То есть, почему вы думаете, почему вы считаете, что ваш бывший муж не может общаться с другой женщиной. Например. Да? Он же бывший муж. Значит, вы его чего-то развелите. То есть, действительно, вы задаете очень хороший, как мне кажется, и верный вопрос, что делать. Ответ на этот вопрос заключается в целях. То есть, от того, какие у вас цели, и задается ответ на ваш вопрос. Ну, если вы хотите гармонизировать отношения с вашим мужем, можно сделать это. Если вы хотите разобраться в себе, можно сделать это. Если вы хотите научить, ну, как-то вот, может быть, что-то поменять в своей жизни, да? Допустим. 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 Изменить как-то. Вот. Ну, можно сделать это. Если вы хотите пережить развод с вашим мужем, можно сделать это. Потому что развод – это транс-травма. Это всегда транс-травма. Их травма достаточно серьез-серьезная. Вот. Понимаете, да? Поэтому, действительно, вам нужно задать себе вот такой вопрос, да? Чего же я все-таки хочу? То есть, что делать, чтобы что? Что делать, для чего? Вот. Вам, действительно, нужно об этом подумать или что решить. Вот. Но делать это, как бы, только в надежде на то, что ваш муж раскается, мне кажется, идея не лучше. Потому что так вы всю ответственность переносите на него. Потому что браки в отношениях всегда ответственны оба партнера. И вы ответственны тоже за то, что происходит между вами, например. То есть, вы, грубо говоря, тоже, вот, какой-то вклад в то, что произошло внизу. В конце концов, вы же развелись, да? И, в конце концов, вы, вот, участвуете в скандалах, срываетесь на мужа своего и так далее. То есть, это вот тоже, тоже, в какой-то степени, ну, ваши действия. Вот. Потому что вы можете, могли бы не срываться. Наконец, самая, ну, одна из основных ваших болезненных, судя по всему тем, это то, что он влюбился, да, в другую женщину, получается. И скрывает этот отвал. Вы не можете с этим смириться, что просто прожили 11 лет? Нет. Мне кажется, что здесь вопрос больше не про то, сколько вы прожили. На мой взгляд, это не так важно, сколько вы прожили. Мне кажется, что здесь больше вопрос о том, как вы жили. Вот. Понимаете? То есть, мне кажется, что именно это больше важно. то, как вы жили, а не то, сколько. Потому что можно жить долгое количество времени. Но качество этой жизни вызывает, я бы сказал, вопросы. Вопросы достаточно серьезные. И поэтому, на мой взгляд, нужно в первую очередь ответить себе на вопрос, какое качество было у этой жизни, у моей жизни с мужем. Вот. И что мешает вам смириться? То есть, что вот сопротивляется? На мой взгляд, сопротивляется то, что вам кажется, что вы вложили в него 11 лет своей жизни. Теперь вот такая ситуация происходит. То есть, иными словами, вы в нем растворились. Это бывший муж. Ненастоящий. Понимаете? Вот. Таким образом, получается, что есть ощущение у меня игнорирования во время реального положения. И таким образом, вы боретесь со страхом принять реальность, где вам необходимо что-то в своей жизни менять. Отсюда запреты и отсюда война. Вот вы сами-то как считаете, считаете, можно ли взрослому человеку вашему партнеру в приказном тоне? Просить что-то удалить. Или войну устраивать. Понимаете? Вот вы пишете, что я как жена просила меня не мучить. Знаете? Как жена. То есть, нет ощущения, что у вас с мужем есть близость лично сна. Есть ощущение, что вот у вас есть претензии. Ну, очень много накопилось претензий. Но на этими претензиями себя уже не слышно. Поэтому я бы в первую очередь на это обратил бы ваше внимание. И как-то вот подумал, что вы сами хотели бы. Нет ли у вас ощущения, что вы немножко забыли как-то быть как бы с собой. Да? Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. и желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь.